Здравствуйте, меня зовут Холганова Елена, я специалист эколого-просветительского центра Воробьёвы горы. 5 июня в России отмечается сразу два экологических праздника, День эколога, Всемирный день защиты окружающей среды. К этому празднику мы хотим рассказать вам о такой серьезной и глобальной проблеме, как проблема отходов. Я думаю, ни для кого не секрет, что в конце 20 века и в начале 21 это действительно стало глобальной проблемой, то есть затронуло все страны мира. Как же нам ее решать? Как известно, у проблемы отходов есть несколько путей решения. Первое, их можно захоранивать на свалках, отходы можно сжигать, их можно перерабатывать или максимально снижать количество их образования. Естественно, самый лучший путь это четвертый. Для того, чтобы по максимуму сократить количество производимого мусора, самое простое, что мы можем сделать, это стараться использовать многоразовые вещи вместо одноразовых. Как пример можно привести, например, эту бутылку, которую можно использовать вместо одноразовых или вместо пластиковых стаканчиков. Вместо одноразовых пакетов в магазин можно брать с собой многоразовую тканевую сумку, тоже касается бахил и многих-многих других вещей. Но, к сожалению, как бы мы ни старались, концепция Zero Waste, то есть ноль отходов, пока что является недостижимой. И поэтому большое количество отходов все еще продолжает отправляться на свалку или на сжигание. Еще один способ, как справиться с этим, это переработка. И вот на этом способе мы остановимся подробнее. Дело в том, что переработка огражена огромным количеством мифов. Некоторые сомневаются в том, что она действительно существует, в том, что отходы действительно отправляются на переработку. Многие не знают, какие категории товаров можно переработать, какие нет. Вот об этом я подробнее сегодня и расскажу. И начну с самых таких категорий, которые очень легко и просто переработать, и, соответственно, куда-то сдать на переработку. Один из таких примеров – это вот эта вот пластиковая бутылка. Полностью материал, из которого она сделана, называется полиэтилен-тирефталат или сокращенно PET-бутылка. Маркируется она единичкой. Треугольнички, значок единички, значит, это изделие сделано из PET-а. Как же она перерабатывается? Когда бутылка поступает на завод, их сначала все сортируют по цветам, потом моются, потом измельчаются, причем вместе с крышечкой и этикеткой. И получается отдельно разделяется эта смесь крышек и этикеток, они сделаны из другого пластика, и отдельно хлопья из бутылок. Это из прозрачных, это смесь зеленых и коричневых. После этого эти хлопья нагреваются, и из них выплавляются вот такие вот гранулы, похожие на бисер, которые потом снова нагреваются, и получаются такие вот уже непрозрачные гранулы, которые, собственно, являются конечным продуктом, и они отправляются снова на производство. Что же из них можно сделать? Можно снова изготовить такую же пластиковую бутылку, можно изготовить различные виды тканей, например, волокна полиэстера, синтепон, различные теплоизоляционные материалы или, например, вот такую стрепленту для упаковки, или даже целые пэт-листы, которые идут, например, на изготовление теплиц. Очень широкий спектр продукции можно изготовить из бутылок. Как я уже сказала, крышки этикетки можно перерабатывать, отправлять, вернее, на переработку прямо с бутылкой, такую этикетку снимать не нужно. Но если на бутылке вот такая этикетка, термоусадочная пленка, которая плотно ее обхватывает, вот ее очень желательно снять, потому что ее в процессе производства отделить от пэта невозможно. Отдельно нужно сказать про крышечки. Это другой вид пластика, который маркируется цифрой 2, полиэтилен низкого давления, ПНД. Даже вот такая вот смесь у нас не выбрасывается, она тоже отправляется на переработку. Что же можно сделать из такого пластика? Правила именно из двойки делают различные тазики, канистры, флаконы для бытовой химии. И все вот эти вещи можно тоже смело отправлять на переработку. Крышечки желательно сдавать отдельно. Есть специальный проект, который так и называется «Добрые крышечки». Это благотворительный проект. Все средства, вырученные от переработки таких крышечек, сданных именно в этот проект, идут на покупку инвалидных колясок разного оборудования для детей с ограниченными возможностями. Сейчас в Москве очень много пунктов, которые принимают такие крышечки. Желательно сдавать их именно туда. Но куда можно сдать, собственно, саму бутылку? Канистры пластиковые, про которых я говорила ранее. Дело в том, что сейчас в Москве практически у каждого дома стоит два контейнера. Серый для смешанных отходов и синий для вторсырья. Все вот эти вот отходы, которые относятся к легко перерабатываемому, можно смело туда класть. Так, сюда можно класть бумагу, можно класть стекло, можно класть алюминиевые банки. Сейчас поговорим о других отходах, которые не настолько легки в переработке. И, как пример, выступает вот эта вот упаковка из-под сока, молока и других напитков, упаковка тетропак или аналоги. В чем сложность? Дело в том, что эта композитная упаковка состоит из трех материалов. Пластик, картон и алюминий. Но даже ее можно переработать. Для этого она измельчается и разделяется на бумажные хлопья, которые отправляются на производство, как обычная макулатура. И вот эти вот гранулы, смесь пластика и алюминия, полиалюминий, называется этот материал. Что из него делают? У меня, как пример, две вот такие вот ручки. Но на самом деле сделать можно очень много. Разные ящики, ведра, строительные материалы, скамейки и так далее. Спектр применения очень широк. Еще один вид упаковки, непростой переработки и не так его просто сдать, к сожалению, это пластиковые пакеты. Это очень многочисленный вид отходов, один из самых многочисленных в нашем мусорном ведре. А вот сдать на переработку его сложно. В чем сложность? Дело в том, что они очень разные, все относятся к разным типам пластика. Бывает пятерка, полипропилен, бывает двойка и еще несколько видов. И после сбора их уже очень сложно рассортировать по категориям, тем более, что часто они бывают грязные. Еще отдельно идут вот такие вот пакеты. Они являются биоразлагаемыми. Видите, уже даже начал у нас немного разлагаться. Такие пакеты вообще категорически нельзя сдавать в переработку. В них добавлена специальная добавка, деградант, благодаря которой через несколько лет они начинают разлагаться. И, соответственно, если мы в переработку такую отправим, у нас вся партия будет испорчена. Тем не менее, пакеты переработки поддаются. И есть несколько пунктов, где их можно сдать. Во-первых, компания Собиратор. Во-вторых, компания Эко-сборка. Во вкусвилле сейчас идет акция, они в некоторых магазинах принимают такие пакеты в специальные контейнеры. И идут они на производство полимер песчаных изделий. Например, полимер песчаной плитки или лавочек, урн. Для этого их расплавляют, смешивают с песком. Получается такая темная масса, которую выдавливают через специальную форму, формуют доски. И уже из них можно изготавливать разные изделия. И еще хочу рассказать про некоторые редкие категории, которые нельзя кинуть в синий контейнер, который принимает только некоторые компании. Это, например, зубные щетки, пластиковые карты, пластиковые ручки. Даже их можно переработать. Вот, например, вот эта ручка сделана из зубных щеток. У зубной щетки отрезается головка, зубные щетки сортируются по цветам, и потом получается такое красивое пластиковое изделие. Естественно, в сегодняшнем видео я не смогу рассмотреть все категории отходов, что куда сдавать. Поэтому, если вы хотите узнать об этом подробнее, я рекомендую вам сайт волонтерского движения «Раздельный сбор», где содержится обновляемый каталог всех видов отходов, что, куда и как можно сдавать. Спасибо за внимание. Давайте относиться к нашим отходам осознанно.